В этом видео, видео 03, мы расскажем о нашем пути в Атоме. Как вы уже узнали из наших предыдущих видео, мы познакомились с компанией в 2018 году, в ноябре, и за ноябрь-декабрь этого года мы стали идеальными потребителями. И первые шаги в работе в Атоме начала делать именно Мика. Да, как вы знаете, мне очень понравились те подарки, которые нам сделали спонсоры. И в ту ночь я зашла в инстаграм, написала туда «атоми.кз», чтобы посмотреть, есть ли вообще Атоми в Казахстане. Оказалось, там были парочку аккаунтов, и я подумала, что здорово, что я буду одной из первых. Мы начали отправлять продукцию в Казахстан, то есть собирать наши первые заказы. Мои подруги, некоторые родственники поддержали меня. Конечно, было много тех, кто не поддержал, мягко говоря, думали, зачем мне это нужно. Но я всегда хотела заниматься отправкой корейской косметики на родину, потому что она действительно очень классная. А в Атоме она еще и очень качественная и доступная по цене. Поэтому было много заказов. И так закрылся у нас первый бинарный шаг. Мы получили свои 60 долларов. Получил их Владимир на свой аккаунт, потому что аккаунт у нас общий. То есть сначала записан Владимир, а я потом приписан там как супруга. 18 ноября 2019 года у меня был день рождения, как в принципе каждый год. И в этот день друзья скинулись на билет на самолет, потому что мы не могли тогда себе позволить купить лишний раз билет на самолет. Вообще Мика ни разу не была в Казахстане за то время, пока мы жили в Корее. Я приехал в Казахстан и друзьям раздал также продукцию, чтобы они попробовали кофе, щетки, пасты, все то, что нам так понравилось. Но никто из них особо не заинтересовался и поддержки от друзей не получил. Также я рассказал о компании своей маме. И я знал то, что мама, она большой ценитель качественной продукции и той продукции, которая приносит ценность, которая делает людей красивее и здоровее. И я понимал то, что мама это потенциальный большой лидер, учитывая весь ее профессиональный жизненный опыт. Но тогда она мне сказала то, что она не будет этим заниматься, но продукцию попробует. Если она действительно хорошая, то она будет ее заказывать. И для меня это уже была большая победа, потому что я уже посеял большое семечко, которое, как вы уже наверное знаете, проросло в большого-большого лидера глобальной величины. Да, Владимир тоже говорил вначале, что не будет этим заниматься. Так же и его мама. Да, дубликация. Никогда не думайте, что если вам отказали, это навсегда. Продолжайте работать, продолжайте усилия, не сдавайтесь. В январе, когда мы получили нашу первую выплату, для меня это стало более реальным. В то время, вот весь январь с утра до ночи, 7 дней в неделю у меня были занятия по разным городам в Корее по русскому языку. И однажды, когда я приехал домой немного раньше, одно занятие отменилось, я подумал, ну классно, смогу поиграть во что-нибудь. Но жена сказала, ой, классно, что ты рано пришел, ну давай проведем с тобой вместе лайф. На прямой эфир в Инстаграме. Так как я только начинала свой Инстаграм-аккаунт, я понимала, что для его раскрутки нужно больше рассказывать о себе, появляться в сторис, в прямых эфирах, завоевать доверие нашей аудитории. Я тогда понятия не имел, что это такое, и на самом деле до сих пор не понимаю, как я согласился променять свой такой небольшой, можно сказать, выходной вечер на что-то непонятное. Но это было то, что жена попросила сделать, и я согласился. На самом деле мне даже понравилось, потому что люди задавали много вопросов, было интересно, но на большое количество вопросов я не знал ответы. И поэтому после того, как лайф закончился, я начал искать ответы на эти вопросы. И в феврале как раз получилось так, что у меня было больше свободного времени, и я начал заниматься изучением. По правде сказать, я искал причины, почему я не буду этим заниматься, почему я жене помогать не буду. Потому что тогда я рассматривал это как хобби, которым увлеклась жена. Но то, что это хобби начало приносить деньги, сподвигнуло меня на то, чтобы уделить этому больше внимания. Да, и вы удивитесь, но с этого прямого эфира, да, мы начали делать их регулярно. Это была инициатива Владимира. Она говорит, давай каждое воскресенье будем выходить в эфир и рассказывать людям об Аддоме. Да. И в феврале, когда я закончил свое изучение, когда для меня все это стало реально, когда я нашел ответы на многие вопросы, когда те подводные камни, которые я нашел для себя в компании, когда мне рассказали маркетинг-план в первый раз, оказались не подводными камнями, а оказались изюминками компании, когда я понял, насколько гениальная, деликатная и шикарная здесь система, справедливая, насколько здесь все продумано и сделано все для людей, я просто понял, что это то, что я искал длительное время. Это тот инструмент, который позволит мне изменить жизнь, который позволит мне жить так, как я хочу. И если у меня здесь не получится, то навряд ли у меня получится где-либо, и мой дел это будет просто пахать на то, чтобы усин... На дядю. Да. Мое дело будет пахать, чтобы содержать семью. Тогда я помню хорошо эту ночь или утро. В 5 утра я лег в постель и сказал жене, что мы займемся этим серьезно. То, что все, что я наработал в Корее за 3 года, все, чего я добился тяжелым трудом, я все это брошу, и я займусь вместе с тобой Атоми серьезно на 100%. Я тогда была в шоке и даже испугалась за то, что мы потеряем стабильный доход от курсов, от работы Владимира. Но была надежда великая на компанию, было, конечно, сомнение. Иногда я просыпалась и думала, а правильно ли мы все делаем, правильно ли мы идем, не всегда все было так хорошо и прекрасно, но с каждым днем, чем больше мы трудились, тем меньше было сомнений. В ту ночь еще я сказал жене, что в марте, в следующем месяце, мы станем селс-мастерами, мы станем мастерами продаж, потому что для меня это было очень важно. Если я хочу повести за собой людей, если наша целевая аудитория — это люди, которые находятся в стране на предстарте, то я должен им показать, что здесь можно зарабатывать. У меня был определенный план, стратегия, как мы этого добьемся. И если вам интересно, что это был за план, как мы собирались и как мы закрывали по факту ранг мастера продаж в первый раз, обязательно пишите об этом в комментариях, мы расскажем об этом более подробно в отдельном видео, если вам это будет интересно. Но результаты превзошли все ожидания, и в марте мы закрыли ранг мастера продаж не один раз, как планировали, а два раза. И уже с этого времени мы закрывали ранг мастера продаж постоянно. Но мы не могли подняться на следующую ступень, потому что страна, с которой мы работали, Казахстан, не был еще открыт. Тогда мы начали обучать нашу команду, давать им все инструменты, весь опыт наш рассказывать, обучать их. И к открытию Казахстана в июле они уже были подкованы, знали все. И тогда мы перепрыгнули ранг бриллианта, сразу стали мастерами шаронской розы за рекордный период, потому что мы делали вот эту подготовительную работу. В марте, апреле, мае мы проводили прямые эфиры практически ежедневно. Это были разные эфиры, мы работали с командой. Также, если вам интересно, как мы это делали, напишите об этом в комментариях, дайте нам об этом знать, мы запишем отдельное видео. В июне месяце мы приехали в Казахстан для того, чтобы поработать с командой. Провели наши первые семинары. Я начал колесить по Казахстану, проводить семинары с командой. Мика проводила ежедневные встречи, мастер-классы. Мы познакомились с командой более близко, стали вместе есть, вместе тусить, вместе работать. Было очень весело, задорно. И в конце июля нам сказали, что вот Казахстан откроет, то, что все казахстанцы получат доступ к заработку. И в августе, в первой половине, как сказала Мика, мы закрыли ранг мастера Шаронской розы, заняли топ-лидерскую позицию в Казахстане. Для меня это был очень, для всех нас это был очень значимый день, потому что, когда мы подводили результаты первого периода в Казахстане, всего было 13 мастеров продаж в всей стране, и 12 из них были из нашей команды. Было 4 бриллиантовых мастера, и все они были наши. И мастера Шаронской розы, это были только мы. Мы вернулись в Корею, и я была тем счастливчиком, который участвовал в туре «Успеха». Тур «Успеха» — это та программа, которую компания организует для своих партнеров с определенной страны. Приезжает, например, с России туда приехало 100 человек, и было всего несколько казахстанцев. Также на Академию «Успеха» в тот период нас позвали для награждения нас, как первых мастеров Шаронской розы в нашей стране, и мы получили награду от самого председателя компании Пак Хангиле. Да, это был незабываемый день. Я не спал всю ночь. Мы с дочей приехали в Атоме парк, Мика уже была там, и там переиграли, сказали, что выступать буду я, потому что я по-корейски могу сказать речь. Я быстренько подготовил речь. Я приехал туда неподготовленный, спонсор дал свою одежду, чтобы я мог выйти на сцену. Обувь была на три размера ниже. Мы скинем, кстати, ссылку на видео с выступления, где я говорю эту речь, если вам интересно. Можете тоже в комментариях спрашивать. Можем персонально вам также ссылку на это видео дать. Но было незабываемо. И тогда на сцене, перед Пак Хангилем, перед всем миром, я заявил, что наша цель в компании это привести более 10 тысяч людей в лидерский клуб, в котором мы сегодня находимся, и мы к этой цели двигаемся. С тех пор мы стали расширяться, расширять свой кругозор. Если изначально наша аудитория целевая была Казахстан, в Казахстане мы уже воспитали независимых лидеров, у нас появились замечательные лидеры, которые многие во многом превосходили нас по разным параметрам. И мы стали искать лидеров по всему миру. В России, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Индии, в США и, в принципе, во всех тех странах, где компания либо уже открыта, либо собирается открыться. Да, Владимир ездил по всему Казахстану, в Кыргызстан, в Узбекистан с партнерами, в Индии со спонсорами. И даже мы поехали в Россию на Академию успеха. В марте случилась пандемия. То есть никто не ожидал, что все будут заперты дома. Так как мы ожидали, что весь 20-й год мы будем путешествовать. Да, на 20-й год у нас были сногсюбательные планы. Начался он очень активно. Мы провели несколько семинаров в пяти странах, в нескольких разных городах. И это было только начало. Я планировал каждый месяц выезжать в разные страны, проводить семинары. Дома практически не собирался быть. Мы тогда вернулись снова в Казахстан, чтобы оттуда я мог посещать все те страны, которые скоро откроются. Это была временная мера, но коронавирус нам сказал, что мы останемся в Казахстане на подольше, чем мы планировали. И когда мы оказались в локдауне, мы оценили действительно по достоинству мощь нашего бизнеса. Так как у наших партнеров доход за это время увеличился в два-три раза. Наш собственный доход увеличился ровно в два раза. И в июле 2020 года мы вышли на новый ранг Стармастера. Это самый высокий ранг в СНГ. Мы первые, кто достигли этого ранга в нашей стране. На самом деле, я гораздо больше радовался тому факту, что у нас пять человек вышли на ранг мастера Шаронской Розы. И, конечно, классно быть самому в лидерском клубе, быть на топ-позиции в стране. И в регионе. Но гораздо приятнее, когда ты видишь, как растут твои партнеры. И что система действительно работает, компания выплачивает нашим лидерам такой доход, что они закрывают и свои бизнесы, уходят с работы. То есть целиком полностью погружаются в Атоме и кайфуют от этого. Это вкратце наш путь к успеху в Атоме. Если у вас остались какие-то вопросы, если вы что-то хотите узнать более конкретное, обязательно пишите это в комментариях. И, возможно, мы запишем отдельное видео на ту или иную тему. Это все, что мы хотели сказать в этом небольшом видео. Обязательно посмотрите следующее, оно будет более короткое, где мы расскажем о том, как изменилась наша жизнь вместе с Атоми. Пока.